Что он спрашивает? Ваш вопрос в том, как мы попали в материальный мир, переспрашивает Акшана Дамахараш. Мы не должны думать, что мы были в духовном мире. Мы должны думать, что мы пребывали в Татасхалоке, пограничное положение, пограничная среда. Кришна Рататасха Шакти Беда Беда Пракаш. Пограничная потенция. Мы происходим из пограничной потенции, не из жертвенной внутренней потенции Кришны, и также не из внешней потенции, природа которой — это преследование личных интересов, сознание отдельного интереса. Сознание отдельного интереса — это этот мир, а сознание интереса Кришны — это Сварупа Шакти, внутренний мир. А пограничная среда между этими двумя мирами — это Татаска Шакти, пограничная потенция. Это специфическое положение. Непостижимое специфическое положение, граница, пограничная среда между двумя сторонами, встреча двух противоположных сил. С одной стороны, центростремительный поток, с другой стороны, центробежный поток, и пограничная зона, которая также рассматривается двояко. Ближе к этой стороне — Вираджа, а ближе к высшей стороне — Брама Лока. В целом, джива происходит из Брама Локи. И одни дживы выбирают эту сторону, другие дживы — ту сторону. Таково начало. Так мы можем мыслить об этих вещах, но мы обладаем способностью к адаптации. У нас есть способность адаптации к обеим сторонам реальности. Она заложена в нас. Это неясное, нечто неясное, туманное, в зачаточном состоянии, нераспознаваемое. И под влиянием окружающей среды эта способность проявляет себя, выбора той страны или этой страны. И это также нечто непостижимое, специфическое, зависит от свободной воли. Свободная воля ответственна. Ответственны ни Бог, ни Майя. В конечном счете, ответственность — это свободная воля. Какое бы малое качественное количество она ни была, все же это свободная воля. Ответственность лежит на свободной воле. Какой бы ущербной, беспомощной и уязвимой эта свободная воля ни была. В конечном счете, мы видим, поскольку мы частицы сознания. А сознание, лишенное свободы, не может быть сознанием. Это нечто немыслимое, непостижимое и несуществующее. Сознание подразумевает свободу. И если лишить сознания свободы, то будет материя. Поскольку джива есть частица сознания, она свободна. Но эта свобода очень мала. Джива мала, и свобода также очень слаба, ограничена. Но все же первое действие началось благодаря злоупотреблению свободной воли, и затем возникла нынешняя среда. Джива совершает свободный выбор. И начинается материальный мир. Как в случае буферная зона. Вначале возникает склонность или наклонность, и затем приходит сила той или иной стороны и пленяет ее. Подобно тому, как Россия захватила Афганистан. Попыталась захватить. Где-то среди афганцев была какая-то склонность к этому, и Россия благодаря этой склонности сумела войти и захватить Афганистан. Или попытаться захватить буферную зону, на нечто в этом роде. Пограничная потенция, маргинальная потенция, мы говорим. Не следует винить ни Кришну, ни Майю. Но мы ответственны. Ты несешь ответственность за свою судьбу. Ты слаб, и твои мыслительные способности, и все остальное также очень ограничено. И только благодаря помощи большого друга ты можешь стать большим. И также всегда зависимо большим. Это развитие на негативной стороне. Негативная сторона. У тебя нет ничего. Но ты, владыка, ты становишься владельцем. Это самое непостижимое и чудесное великодушие того, что зовется Бхактией или Любовью. Даже Абсолют может быть контролируем своей негативной потенцией, своей потенцией. Потенция с точки зрения закона у нас нет никакого положения, но только в глазах в глазах любви. Сила, могущество находится в руках позитивного начала, но негативное начало обладает своей собственной силой, могуществом, привлекать позитивное. Позитивное не может жить без негативного начала. Поэтому позитивное начало также зависимо от негативного начала. агрессор и объект агрессии, господствующая половина и подчиненная половина. Гуру находится на стороне подчиненной половины. На днях вы говорили о потенциальном состоянии джив в Брамаджиоте, в Брамалоке. И так же вы говорили о том, как кто-то вступает в духовный мир и пробуждает свою идентичность. Его сознание было словно рассеяно, разбросано. Как, как? Рассеяно, разбросано. Он словно находился в безумии и не помнил свое духовное тождество. подобно безумцу, говорит преданный. Как? Подобно человеку, который бредит, сошел с ума. В духовном мире, в Вайкунхе, вы говорите, кто-то может может словно забыть свое положение и его сознание словно отвлечено. Он словно стал безумен до поры до времени. Как мы можем понять, что джива исходят из Махаттаттва, из Брама-локи, они приходят в Саюджа или Сарупья, Салокья? Я сказал, что существует две категории джив, приходящих в этот материальный мир. Одна категория — это те живые существа, которые уже пришли из Вайкунхи. Их приход вызван потребностью, необходимостью нитя лилы Кришны. они приходят сюда в качестве это часть лилы, потребность, необходимость, возникающая в ходе лилы. И другая категория — это те, кто из Брама-локи. Баланс, эквилибриум, состояние эквилибриума нарушается каким-то образом и начинается движение в Брама-локи. в Брама-локи. Начинается движение в Брама-джиоте, да? Да, в Брама-джиоте. И затем благодаря этому влиянию, влиянию этого движения свободная воля начинает свое действие, начинает двигаться буквально в начале движения общего характера. Акхара, то, что называется Акхара, становится Кхарой. Акшара-кшара, Акхара-кхара. Начинается. в начале то было нечто недифференцированное, и затем начинается дифференциация. И затем, поскольку то в действительности есть измерение сознания, джиоти означает свет, свет сознания, имеющий природу сознания, начинается дифференциация и движение в этом однородном нечто. И возникает, так сказать, возникает индивидуальное сознание. Вначале, так сказать, в начале отсутствия спецификации, затем возникает спецификация, и, так сказать, возникает индивидуальное сознание. Сознание наделено свободы воли. И благодаря свободе выбора, силу свободы выбора, из буферного состояния, маргинального пограничного положения, они, эти живые существа индивидуальности, могут принять ту или иную сторону, две стороны, сторона эксплуатации и сторона жертвенности, преданности. Используя свою свободу воли, они начинают движение, и в результате мы видим, одни приходят в мир эксплуатации, другие приходят в мир преданности. Если мы проанализируем это явление пристально и глубоко, то мы увидим вещи в таком свете. «Анадир бахир мук» — «Анади». «Анади» означает то, что не имеет начала. «Анади». Затем, почему после того, как эксплуатация заканчивается, они приходят? А после того, как начинается эксплуатация, начинается время и пространство. Вначале, как таковые, концепции времени и пространства материального мира отсутствуют. Вначале бахир мукката. Бахир мукката означает тенденция, склонность к эксплуатации. Вначале, первое, что происходит — принятие стороны эксплуатации. А когда джива вступает в мир эксплуатации, то возникают факторы времени и пространства, бренного мира. Мы говорим, что кто-то из живых существ выбирает сторону эксплуатации, кто-то отправляется в Вайкунху. Таким образом, эквилибриум нарушается, и начинается движение, динамизм этого мира, стороны эксплуатации, ложные стороны, негативные стороны. Когда живое существо вступает в царство эксплуатации, то оно берет и принимает на негативной земле, на земле заема, и в результате становится проигравшим. Живое существо думает, ошибаясь, что благодаря эксплуатации оно будет выживать, но в действительности оно становится проигравшим и рабом материальных соображений. Понимаешь? Я ясно выражаюсь. Есть один момент, который приводит меня в растерянность, в недоумение. Что именно? На днях вы говорили, Тамал Кришна спрашивал, Тамал Кришна Госвами, о том, когда живое существо входит в Вайкунху или Голоку. Вы сказали, что родственники, скажем, видят, что это живое существо всегда было там, но какое-то время оно было в безумии, и теперь пришло в себя. Это другая сторона. Когда Бадха-джива, порабощенная душа, падшая душа, обусловленная душа, входит в необусловленную область бытия, тогда они не проводят различий, поскольку речь идет о вечности. И они склонны думать, что что эта дружба, которая существует, носит вечный характер. Мой друг, ты известен мне. Об этом идет речь. Они говорят, или он, Кришна говорит, «Друг мой, ты мой друг, я всегда знал тебя, но ты был потерян, ты заблудился или как-то так, и теперь ты наконец-то вернулся, но ты всегда мой вечный аспект». Когда они встречаются, то они думают, что мы связаны вечно, но на какое-то время наш друг потерялся. его не было с нами, временно. Когда вечный аспект, об этом идет речь, о вечности, то возникает такого рода представление, концепция. Ты отсутствовал. И почему? Мы не можем понять. Долгое время ты оставил меня, покинул меня. И как ты мог жить? Как ты мог влачить существование? Когда новый друг по прошествии долгого времени возвращается, то ему говорят, «Ты мой старый друг, где ты был? И как ты мог жить, оставив меня или оставив нас?» Я чувствовал великую боль за разлуки с тобой, теперь ты вернулся, и это очень хорошо. Таким образом, подобные события мы видим в этом измерении, поскольку речь идет о вечности, и они думают, что эта разлука была временной, временной, в вечном, в вечном времени, с точки зрения вечности, в вечности. Поскольку наш Шила Прабхупат объяснял, что изначально мы все были существами, сознающими Кришну, но поскольку мы забыли это сознание, мы… Забвение… Речь идет о забвении. Забвение. Обитателей живых… Имеется видно, речь идет об обитателях Брама Локи. Но мы никогда не были с Кришной. Я говорю, что существует две категории. В Лиле иногда все устраивается таким образом, что некоторые из них приходят сюда. Они не помещаются в Брама Локу. Это часть Лилы. И существует другой класс, другая категория, приходящий в этот мир из Брама Джиоти, Брама Локи. Мы видим две категории. Двумя способами Джива приходит к Кришне в Голоку. Наш прабхупат, скажем, какой-то высокопоставленный государственный чиновник может быть отправлен в провинцию, в глубинку, чтобы выполнять какие-то обязанности. А провинциальный чиновник может быть вызван в столицу и поставлен на высокую должность. Нечто в этом роде. Нет вопросов. В таком случае наш Бхарати Мухараш может выступить. Есть один вопрос. Чей вопрос? Кто задает вопрос? Сарва Бхома Бхатачарья Дас. Сарва Бхома Бхатачарья Дас. Новый джентльмен. Откуда он приехал? Приехал вчера? Нет? Ученик Свами Мухараджа. Ученик Свами Мухараджа? Нет, нет. Ученик Чирдхопады. Сарва Бхома Бхатачарья. Великий логик. Сарва Бхома Бхатачарья. Выдающийся ученый, знаток логики, ньяи. Каков ваш вопрос? Каков вопрос? Не могли бы вы объяснить происхождение джива? Каким образом джива оказывается в материальном мире и становится завистливой к речне? Он спрашивает, как джива приходит в материальный мир в самом начале, изначально. Это прописи. Абв, ГД. Я отвечу вам, в духе Сарва Бхома. Мы должны иметь дело с реальностью. Есть ли необходимость, нужда для вас в том, чтобы знать, откуда вы пришли? Какова ваша нужда, потребность, насущная потребность сейчас? Нужда состоит в том, чтобы понять, как избавиться от проблем. Это должно быть вопросом. Таким должен быть ваш вопрос. Прежде всего, я хочу избавиться от страданий, которые испытываю. Это практично, это искренне, это уместная позиция. Прежде всего, я хочу выбраться из пламени пожара. На втором месте стоит вопрос, как я оказался в этом пламени, в этом огне. Когда я нахожусь в огне, в огне пожара, то вопрос о том, как я там оказался, этот вопрос не актуален и не нужен, бесполезен. Прежде всего, я хочу спастись от пожара. Когда я спасусь, тогда этот вопрос о том, как я там оказался, станет актуальным. Следующий вопрос. Это любопытство. Любопытство, если мы одержимы любопытством. Как мне выбраться из огня? Таким должен быть подлинный вопрос, продиктованный искренностью, практический вопрос. Вопрос о том, как я здесь оказался, это вопрос философский или призван удовлетворить любопытство философов, философствующих, который лишен практической ценности. Но мы можем знать эти вещи в качестве некой предыстории. Рупа Госвами написал, это явление скрыто внутри. Необходимо открыть его, раскрыть внутреннее богатство. Оно скрыто в нас, но оно необходимо его открыть, извлечь. И тогда мы увидим, тогда мы займем реальное положение. Это означает, что если оно было во мне, то как я мог его утратить? Как я его потерял? Такой вопрос возникает. Как это могло произойти? И Джива Госвами дал следующее объяснение. В целом, Дживы, души, которых мы видим в этом материальном мире, приходят в материальный мир из татасха, пограничной среды, пограничного положения. Пограничная среда — это не позитивная сторона бытия и не негативная сторона бытия, но татасха, пограничная потенция. Существует два потока — центростремительный и центробежный. А между этими потоками присутствует некая пограничная среда или состояние эквилибриума равновесия. И этот эквилибриум равновесия было возмущено, и началось движение в сторону негативной стороны. И тогда Дживы, которые пребывали в состоянии сна в этой пограничной среде, в эквилибриуме, оказались на материальной стороне бытия, чтобы эксплуатировать. Таким образом, начало, начало, то, каким образом Джива, душа оказалась в мире эксплуатации, такую картину нам рисуют. Махапрабху говорит, «Дживиро сарупахой Кришнар ниття дас». Кришнара татасха шакти беда бед пракаш. Мы должны понять следующее. Джива в татасха, когда она сотворена, если можно так выразиться, то автоматически, приходя в бытие, она наделена способностью адаптации или выбора двух сторон. Тат означает граница, границу можно мыслить как некую среду, где существо наделено двумя возможностями выбора, адаптации, принятия стороны эксплуатации и стороны преданности. Но эта способность находится в живом существе в зачаточной форме, в форме зародыша. Практически невозможно различить ее акхара. кудастха кара уччате. Кудастха кара уччате. Кудастха означает нечто, что невозможно отследить или увидеть. Это кудастха. Некое положение неразличимое, нераспознаваемое. Это кудастха. Кудастху кара уччате. Кудастху кара уччате. Кудастху кара уччате. Живые существа, которые смешиваются с энергией эксплуатации кара. А акхара — это живые существа, находящиеся в той самой пограничной среде, в состоянии эквилибриума. И когда этот эквилибриум нарушается, то некоторые живые существа приходят в мир материи, другие же приходят в мир духа. Таким образом, Кришнара татасха-шакти. Тат — значит граница. Тат означает не земля, то есть не суша и не вода. Это в санскрите зовется тат. Не суша, не вода, но пограничная полоса. Когда эквилибриум нарушается, эквилибриум в состоянии равновесия между центробежным и центростремительным потоком, тогда многие выходят из этой области нераспознаваемого и приходят в этот мир эксплуатации. И здесь также, в мире эксплуатации, по милости Господа, перемещаются и действуют многочисленные посредники, которые вербуют обусловленные живые существа и открывают для них мир высшей перспективы, мир преданности. И благодаря их благодатной деятельности, их работе по облегчению страданий, души, принявшие буквально инъекцию измерения ниргуны, измерения преданности, принимают эту инъекцию, и эта тенденция в них аккумулируется, накапливается, и они оставляют землю эксплуатации, они отказываются от перспективы землеэксплуатации, и все больше и больше в них рождается тенденция, склонность, стремление отправиться в землю преданности. таким образом преданность преданность проповедуется, и многих вербуют, уводят из этого мира, и существуют также другие живые существа, выходящие из этой пограничной среды. Линия бесконечно-безгранична, и плоскость бесконечна. Поэтому из-за этой пограничной маргинальной среды многие живые существа вновь приходят в мир материи. Это можно понять математически, в математических категориях. Но, подобно тому, как Личности, пребывающие в измерении преданности, они иногда, и это специфическое качество их игры, приходят в материальный мир временами в силу некоего проклятия или чего-то подобного. Они приходят сюда, но временно, лишь ради игры, в качестве игры. подобно тому, как американцы, имея паспорт и визу, могут приехать сюда на какое-то время, какое-то время оставаться здесь, а затем покинуть Индию. Но обычные местные жители, им не так-то легко отправиться в Америку, не так-то легко получить паспорт, визу. Но люди, занимающие более высокое положение, могут свободно приезжать сюда, приезжать и уезжать. А Личности, обитающие на земле преданности, по воле Господа, могут приходить в мир материи индивидуально или в группе с определенным планом или определенным замыслом. Они приходят в этот мир ради блага мира и, проведя здесь какое-то время, в играх покидают материальный мир, возвращаются свое изначальное положение. Это другая категория. Но это категория те, кто совершает игру. Существует тюрьма, и в тюрьме есть надзиратели, работники, и есть посетители тюрьмы. Но одно дело, когда в тюрьму привозят заключенного, другое дело, когда в тюрьму приезжает свободный гость, посетитель. Один человек посетитель, и он посещает, навещает тюрьму, другой оказывается в тюрьме в качестве расплаты за свои преступления. Это ясно? Вам ясно? Сарва-балмаджи? Или какие-то дополнительные вопросы у вас возникают? Я рисую картину в целом, в общем и целом. Если есть какие-то непонятные частности, неясные частности, то вы можете задать вопрос. Не только вы, но и любой слушатель, которого эта тема интересует, может задать вопрос. Ради блага всех. какова причина того, что состояние эквилибриума равновесия нарушается? Почему эквилибриум прекращается? Когда джива падает из пограничной среды во внешний мир, что нарушает ее сон? Прерывает ее сон? Движение. Иногда это движение может быть внутреннее, врожденное, внутреннее, а иногда может быть вызванное внешним раздражителем. Маха-Вишну стоит за этим, и он порождает это движение. Маха-Вишну находится на другой стороне бытия, на стороне преданности. Поток преданности высшей области бытия, мы можем сказать, там прибывает Маха-Вишну, который рассматривается в качестве владыки этой земли, ничейной земли, татасхи. Татасха лока — это буферная зона. Состояние эквилибриума делится, если совершать тонкий анализ, утонченный анализ на две части. Практически сторона эксплуатации зовется вероджей. Это нечто вроде водной субстанции. Это высочайшая концепция прокрития, материи или эксплуатации в тонкой форме. А другая сторона находится на земле преданности. Брама лока — это низшая концепция измерения сознания. Сознание означает наслаждающийся, подразумевает присутствие наслаждающегося. Вираджа есть объект наслаждения. Наслаждающийся объект наслаждения. Практие — пуруша. Пуруша — наслаждающийся. Практие есть объект наслаждения. Затем на этой стороне половина вираджа прокрития, другая сторона, другая половина брама, лока, пуруша. Такой природы. Это природа наслаждающегося, но эта природа не выражена отчетливо в романе. Нераспознаваемое, неописуемое положение, позиция. Теперь из Брама Локи наслаждающийся, начало наслаждения, выраженное Маха-Вишну, проявленное в Маха-Вишну, личностная концепция, первая личностная концепция, наиболее низшая концепция наслаждающегося в целом, это Маха-Вишну. Он совершает толчок или создает некое возмущение, беспокойство в сторону прокрития, нарушает это равновесие или оказывает давление на прокритии. И это зовется Тат-линга-бхагаван-шамбу, Икхан Каранар-навашай, Вишну. Это нечто подобное взгляду, он словно обращает свой взор, бросает взгляд на Вироджу, на мир объектов, объектный мир, в его тончайшем проявлении Вироджа, прокрития. Прокрития в качестве Вироджи это объект наслаждения в своей самой примитивной или элементарной форме. На это явление обращается его взор, взгляд, Икхан. Икхан значит взгляд. Это первая концепция наслаждения. И таким образом за этим взглядом стоит Маха-Вишну. Он выше Брамхи, то есть масса сознания. Субъективного измерения в его наиболее примитивной форме возникают движения и живые существа выходят из состояния эквилибриума и оказываются на этой стороне бытия. Маха-Вишну, джагат-карта, тот, кто приводит в движение джагат, прокрития, материальный мир. в целом, вода выбрана, этот образ выбран в качестве примера прокрития Вироджа, А свет обозначает концепцию сознания. Брамолог — это свет, масса света и масса воды, нечто в этом роде. Свет и вода. Подобные аналогии, эти две аналогии используются для указания обозначения Пракрити и Пуруши, Вироджи и Брамолоки. Так или иначе. А если мы будем пытаться понять причину, причин, причин, первопричину, то это его сладостная воля, он совершает свою лилу. Гегель говорит, он для себя. Абсолют должен быть сам по себе и сам для себя. Он для себя, живет для себя. Он ни перед кем не несет ответственность. Его игра носит автоматический характер, спонтанный характер. С абсолютной точки зрения мы приходим к такому пониманию, вынуждены прийти к следующему пониманию. Беспричинное движение — это лила. Динамичное беспричинное существование — это лила. Значит, его счастье, его сладостная воля. В конечном счете, все приписывается его сладостной воле. Первопричина не подвластна никакому закону, не детерминирована. Мы видим подобную его природу, и это окончательное объяснение всего и вся. Гегель, этот немецкий философ, придерживался такого же мнения. Реальность должна быть сама по себе и сама для себя. Он причинен самому себе, и он живет, преследуя свои собственные цели, то есть совершает лилу. В конечном счете, это его лила. Все предназначено для него, не для кого-либо другого. Частичная потребность также присутствует там, но она второстепенна, она подчинена ему. Вы понимаете? Да. Артхешуа Абигья Сварад в Бхагатум сказано. Так же это и Гегель говорит. Гегель утверждает то же самое, что сказано в Бхагатуме, Сварад. Он знает, он один знает причину и смысл всего происходящего, и он абсолютен, абсолют Сварад. Он не обязан отчетам в своих движениях, в своих деяниях, действиях, кому бы то ни было. Так описывает Бхагатум его положение. Артхешуа Абигья. Какова цель, каков смысл происходящего, известно только ему, и он Сварад. Он абсолютный самодержец, и его невозможно призвать к ответу, потребовать у него объяснения. Он естественным образом самодержец, динамичный, живущий и действующий. Это лила. И закон, закон потребности, все это носит тростепенный характер. И мы должны рассматривать вещи в таком духе, для того, чтобы обрести полноту удовлетворения. Что вы говорите? То есть, получается, выходит, что высшая цель философов Майвади — спать в измерении татасхи. Да, да. Состояние эквилибриума, брама-лока. Это их цель. Они возвращаются в это положение. Татаска, которая есть татаска в концепции Вайшнава, брама-лока. И в Раманандарая-самваде говорится, Личности, стремящиеся к эксплуатации, наслаждению, и стремящиеся к полной отстраненности в мукте, спасению, освобождению. Каково их реальное положение? И Раманандарай дает ответ на этот вопрос Шри Чайтанья-дева. Таким был вопрос, а ответ следующий. Личности, стремящиеся к наслаждению, обретают дева-деха, положение полубогов, тела полубогов. И в этих телах они имеют прекрасные возможности наслаждаться, а после этого возвращаются в мир смертных. Личности же, стремящиеся к освобождению, обретают ставар-деху, становятся гималаями, гималайскими горами или деревьями в Австралии. В Австралии есть дерево, которое растет или живет в течение тысяч лет. В Аллахабаде также в прошлом было дерево, очень-очень старое дерево. Рассказывают, что Рамачандра сидел в тени этого дерева, в сине. Акхайават. И также Кришна. Кришна играл временами под этим деревом. Когда британцы строили крепость, то они выкорчевали это дерево, однако оставили ствол. Скорее всего, в наши дни этот ствол там остается, чтобы показать подобную диковинку. Это очень старое дерево. Таким образом, они живут долго-долго, ставар-деха, в этих телах. В Агадгите говорится, упоминается. Кришна говорит, «Я — избранное явление в каждой секции, в каждой разновидности жизни». Кришна говорит, «Среди ставар, неподвижных объектов, Я — Гималайские горы». Ставар-деха означает тело, например, горы. Такой человек хочет состояние бессознательности, отсутствия осознанности, где нет отношений с субъекта и объекта, когда субъект и объект сливаются воедино. Скажем, я вижу палец, но когда я подношу палец максимально близко к глазу, то я уже более не вижу палец. Объект и субъект сливаются. Знающие и объект познания, когда они сливаются, объединяются, то тогда это Брамха, Браман. И в состоянии, в виде Гималайской горы эта Личность может жить долго-долго. Внешне это могут быть Гималайи, или Придхиви, Земля, или другие небесные тела. Все эти небесные тела планеты — это также Личности, Личности, наделенные такими гигантскими телами. Деревья также — это Личности. Камни — это Личности. Даже Хаксли, был такой или есть ученый по имени Хаксли, сказал, он описывал некие маленькие камни, этот камень выделяет свет, когда сгорает, когда его сжигают. Этот ученый измерил, оценил внутреннее движение или развитие этого камня. Этот камень, его рост изменяется на один миллиметр в течение ста лет. Но в этом камне также есть движение, есть жизнь, оно есть и в камнях, оно есть движение, жизнь, есть в горах, в земле, в планетах, все это Личности. Но эти Личности обладают такими гигантскими телами, подобно слону и насекомому. Атма, душа, в теле слона и в теле насекомого, одна и та же атма, та же самая. Но с одной стороны гигантское тело, с другой стороны крошечное тело, микроскопически малое, маленькое тело. Но атма одной природы, она может существовать в любом теле. Гималай, великие горы, освобожденные души, спят в качестве, в образе, в виде гималаев на протяжении десятков миллионов лет, и это мукта-джива, ставар-деха. Подобно тому, как этот джентльмен хотел спать кумба-карна. Он хотел выспаться, он хотел спать бесконечно. И мукти, саюджа-мукти, подобно этому бесконечному сну, долгое-долгое время, сон, который длится очень долго, саюджа, объект и субъект, сливаются воедину. Отсутствует разделение, различение между ними, различие. Ни эксплуатация, ни преданность. А иначе их объединение математически, это и есть освобождение. Отсутствие различия видящий и объект видения. оттуда. Отсутствие различия, Отсутствие, а иначе. Почему мы обманщики? Почему мы обманщики? Являемся обманщиками? Уязвимость, слабость, несовершенство, заложеное в самой нашей природе. Мы ущербны. Как мы можем быть совершенны? Атомарны. Наше существование атомарно во всех отношениях. Атом не может заключать в себе все, целое. Мы часть, суть части. Такова природа нашего существования. Способность адаптироваться в вопрос внутренней перспективы. Мы способны адаптироваться к двум сторонам. Подобная способность присутствует в нас. Джива есть татасха, пограничная точка, точка пограничной среды, которая наделена способностью адаптации к двум сторонам. Материальному миру, миру эксплуатации и миру служения, высшему миру. Связь с высшим началом и связь с низшим началом — это двойная возможность, заключена в душе, способность адаптации к двум сторонам существования. Такова природа Джива, татасха, атомы, атомарное существование. В конечном счете объяснение таково. Необходимо следовать такой линии мысли. Мы должны опираться на подобную информацию. нашим фундаментом должно быть такое представление о нашей природе, и тогда мы сумеем объяснить эту возможность адаптации. «Дживе сарупаха и кришнэр нитя дасы». Внутренняя перспектива заключена в дживе. Кришна-ра, татасха, шакти, бхеда, 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 пракаша. Но джива является специфической потенцией, энергией Кришны, природой которой татасха. Татасха означает «пограничная природа». Граница. С одной стороны, океан эксплуатации, с другой стороны, океан жертвенности, преданности. И граница равнодушия или безразличия. Но если пристально проанализировать, то можно увидеть, что хотя эта граница, пограничная зона, обладает такой природой безразличия, но эта статичная среда также может прийти в движение. Акхараат. Два вида творения. В бытии мы находим два вида реалий. Кхара и Акхара. Кхара и Акхара. Статичная часть бытия также может прийти в движение в динамичном измерении эксплуатации. И также составляющие частицы этого статичного измерения могут вступить в измерение преданности. Такие объяснения нам даны. Мы должны их принять и идти вперед с этой информацией, опираясь на нее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...